у нас сегодня рабочий день завтра не рабочие вообще три выходных ура у нас одной сотрудницы внука было 40 дней здесь это праздник когда ребенок рождается 40 дней отмечается это через церковь специальная служба в церкви проводится и в общем там ну праздник это нам не принесла конфетки честь этого события линдор что-то пищу коробузка пакетик красивый вот что-то еще горький шоколад я даже не знаю такую фирму честно сказать я возьму домой мне дети любят эту открою здесь угощать заходить номерси смахивает вышла с работы а тут неожиданно наступило пекло резко причем еще у нас на работе так кондиционеры по врубали я замерзла как сутик выхожу тут сауна еще с утра было прохладно ну все наверное покайфовали хватит теперь будем жариться пью день рожденский кофе мои все еще спят я вчера не стала дожидаться 12 часов ночи я сказала извините ребята но я не не это я вырублюсь давайте завтра вот сейчас с утра проснулась началось с 12 тын 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 я в итоге отключила звук отключила звук началось ранее устраивать украла вообще телефон утром конечно это ужасно приятно у тебя ты спишь утром в общем, пропустала все сообщения, всем ответила, вот, и сейчас сижу, пью кофе и отвечаю, продолжаю. Всем огромное спасибо, кто поздравил, невероятно приятно, столько людей поздравляют. Как удачно сложилось у меня практически мини-отпуск какой-то, три дня целых выходных, и я сказала на работе, что сегодня меня нет не только на работе, но и вообще в этой вселенной, поэтому мне не звонить, не писать по рабочим вопросам, обнагрела, короче говоря. Я дома никакие шикарные столы накрывать не собираюсь, и выходить тоже мне не хочется, знаете, я уже говорила, что я на работе настолько устаю от этой всей атмосферы, вот этих вот, как объяснить-то, мест, где остальные люди отдыхают, что я в подобных местах отдыхать не хочу в свой выходной, я хочу отдыхать у себя дома. Да ё-моё, кто-то бы завёлся опять с утра тайку. Поэтому у нас будет просто обычный обед без всяких изысков. У меня есть куриные наггетсы с прошлого раза остались, я их заморозила, и буду делать ещё типа наггетсов из ментая, вот этого филе. Могу вам порекомендовать, если вы увидите, это офигенно вкусная рыба. Филе сделано отлично, ни единой косточки, сочные получаются. Точно так же я обваливаю мука, яйцо и панировочные сухари. Получается очень-очень вкусно. Смотрите, вот такое вот оно во внутренней упаковке вакуумной. Ни льдинки, ни снежинки, в общем, всё идеально. Получила от Арминой подарок вот такую вот кучу масок. Такие красивые, классные. В общем, мне нравится как. Поминесо, что ли? А, точно, поминесо. Буду делать. Умывалка огуречная. И вот это вот она сделала сама. Сейчас вы знаете, наверное, что очень модно подвесы на сумку вешать. Обвес, по-моему, называется. И, в общем, вот она мне сделала. У меня же сумка жёлтая. В общем, она мне сделала вот такой вот обвес с уткой. Я вообще в восторге. Сейчас непременно повешу. Ссылка на инстаграм творческие Армине у меня внизу под видео. Кому что надо, можете заказывать. Хи-хи. Круто. Бен, тебе нравится? Это не тебе. Ты мне тебя сжать хочешь. Ты аж на стол залезла. Не дам я тебе это. Это моё. Тебе. Тебе, Арминка, тысячу игрушек навязала. Иди отсюда. Дай сюда. Еле отобрала у этой козы. Ой, красота какая. Следующий мой подарок. Проснулась Кристина. Она мне подарила вот такое вот шикарное украшение с агатом. Это прямо мой стиль. С грибами какими-то. И камень очень красивый. Чёрно-серый такой. Единственное, что оно медное. Кто в курсе, как сделать, чтобы медь не окислялась, напишите мне, пожалуйста. Потому что я не знаю, как носить медь. Может быть, лаком для волос побрызгать или как. Напишите, в общем, знающие люди, чтобы она мне не позеленела. Супер. Мне очень нравится. Но это ещё не всё. Мне не единственный от неё подарок. Также она мне подарила вот такое вот маленькое чёрное платье из льна. Очень такой в моём стиле. Я люблю вот такие вот распашоночки, расклешоночки. Здесь у неё складка. И на спине тоже вот такая же заглаженная складка. К этому платью вот такой вот комплект украшений. Но не только к этому, но именно в этом наряде я пойду в понедельник на работу. В понедельник буду отмечать. Здесь, в общем, серебристо-чёрный. И плюс ещё вот эти вот золотистые муравьи. Их, правда, очень плохо видно на видео. Но это они. Следующий подарок от Кристины – это вот такой вот костюм от фирмы Зарина. В 48-м размере у меня костюм в полоску, в штриховку. Не знаю, как это правильно назвать. Причём она оригинального розового цвета. Но как бы я не думаю, что из-за того, что она розовая, её нельзя уже называть классической полоской. Потому как особо она в глаза не бросается, то, что она розовая. В общем, я в абсолютнейшем восторге пребываю от этого костюма. Он приталенный. У него на рукавах пуговички есть. И причём приталенный он очень интересно. У него сзади в бока вшит такой вот пояс асимметричный. То есть здесь маленький кусочек, а остальная часть идёт с другой стороны. И вот на пряжку вы можете затянуть так, как вам надо. В результате чего силуэт в сочетании со следующим предметом выглядит просто супер. В общем, я в восторге от этого костюма. Единственное, что я не могу его сейчас носить, потому как он очень плотный. Наверное, на зиму. Ну, на осень-то точно. И в комплект к этому жакету идут брюки, которые начинают свой клёш где-то от, наверное, постепенно от колена. И они, в общем, широкие. Не сказать, что это прямо палаццо, но у них немножко по-другому сделан клёш. Но они тоже просто потрясающе сидят. Я безумно довольна подарками от девочек. То, что подарит мне Эд, я знаю. Это очень нужная мне вещь. Но он ещё пока спит. Залезаю я такая в шкаф, чтобы подточить ноготь. И вижу тут от Эда подарок. Вот это вот мне нужно было. Это необходимая мне вещь, пауэрбанк. Так что забираем. Всё, обед я приготовила. Это запечённые куриные нагицы, картошка, буль. Я вам пока показываю всё в неразложенном виде. Уж извините, потом не буду снимать. Греческий, как всегда, все ингредиенты такие тяжёлые упали на пол, на дно. Здесь сверху видно одну зелень. Но когда я это выставлю на тарелку, соответственно, всё сверху как раз я кашля. Для нас Кристина сделала пюрешку, потому что армянные не любят пюре, а мы любим, поэтому у нас пюре у них запечённая картошка. Ну и вот такие вот наивкуснейшие рыбные наггетсы. Всем, кто ест, приятного аппетита. Доброе утро. Я вчера закончила свой день рождения лепкой пельменей. В общем, мы отметили, отдохнули, повалялись. К вечеру я думаю, ну ещё зря валяться. И, в общем, она сделала пельмени. Тут больше 100 штук, где-то около 120. Сейчас их переложила с подносиков из морозилки. Сейчас вот сюда в тазик, потому что мне контейнеры нужны были для того, чтобы на работу дом отнести. И отправляю обратно в холодильник. У меня этот таз с крышкой. На завтрак я сегодня приготовила пиццу детям. Слепила из того, что было в холодильнике. Быстро замесила тесто. В общем, она их ждёт, пока они проснутся. И здесь у меня я уже достала, размораживается фарш. Ой, фарш, говорю, мяса. Из которого я буду делать фарш для летней долмы, которую я понесу в понедельник на работу. У меня, кстати, все сотрудники решили перенести свои выходные и явиться таки в понедельник на работу в полном составе, чтобы отмечать день рождения. Я не могу с ними. И у меня вчера осталось пельменное тесто, поэтому я с утра сварила фарш. У меня закончился. И поэтому я сварила картошку. Сейчас вареников сделаю из этого теста. Всё, вареники готовы. Отправляю тоже на заморозку. У нас сегодня какой-то апофеоз резко наступившей жары на улице. Плюс 36 в тени. Не знаю, сколько на солнце. Все 50, наверное. Я вот включила в направлении Бенни наш вентилятор. Он валяется на своей полке. Лапы торчат во все стороны, чтобы её хоть как-то охлаждало. Вижу, что попадает нормально. Кстати, мне нравится, когда вот сидишь и на тебя вот это вот дело дует. Именно вода, влага, да? Очень приятно. Тут не вода, тут пар выходит. Он вообще никак не намокаешь. У него очень мелкодисперсный. Вот. Дети орут там на улице, потому что булькаются в воде. А завтра вартоварь, завтра вообще все будут булькаться в воде. Я сегодня сходила в магазин, купила на работу дыню и арбуз на понедельник, потому что поеду на такси, чтобы уже никуда не заходить. Сделала фарш для долмы. Ну, так скажем, полуфабрикат туда. Ещё рис, мис, там добавки нужно добавлять. Пока просто перемолола мясо с луком и всё. И сейчас, в общем, лежу. Если будет ночью пекло, это будет, конечно, ужас. Потому что самое сложное, когда ночью. Душно именно. Ну, вроде как в прогнозе погода стоит гроза. Так что надеюсь, что хотя бы гроза случится. Всем привет! Доброе утро! Сегодня 7 июля. В Армении празднуется в этом году вартовар. Вартовар – это такой знаменитый довольно-таки праздник в Армении, когда всех и вся поливают водой. Вот у нас тут уже пацаны-подростки бегали, друг друга поливали. Он празднуется на 14 воскресенье после Пасхи. И каждый год на разные, в принципе, дни приходится. Естественно, всегда на воскресенье. Но разные числа, я бы так сказала, правильнее. Вартовар – этот праздник был с язычества. И его известен в Армении. Он был посвящен богине любви Астри, в которой символом её были розы. На армянском варт. Соответственно, название оттуда пошло. С принятием христианства вартовар стали праздновать, как бы приурочили, что ли, к празднику преображения Господней. И обливание водой стало символизироваться как очищение от грехов. Так что вот такой сегодня день. Ну а у меня... День подготовки к завтрашнему празднованию дня рождения на работе. Ой! Я вот тут вот замочила листья, подруга мне давала. Она сама делала. Они очень нежные, поэтому я кипятке их даже не буду заливать кипятком. Боюсь, что потом разорву. И буду брать из воды, чтобы они не порвались. И плюс капустные листья. Вон с капусты слила, снила. И сейчас они у меня вот здесь вот... Ой! Параются, в общем, здесь в кастрюле. Я такие гигантские не буду делать, буду пополам резать. Плюс у меня здесь... Перец, баклажаны и помидоры, которые мне нужно сейчас это все помыть, очистить, сделать внутри емкости, так скажем, для того, чтобы начинять туда тоже фарш. И я посмотрю. Я, наверное, в двух кастрюлях буду делать. Я сначала все заполню, а потом посмотрю, войдет ли у меня в одну кастрюлю. У меня получается где-то на 15 человек, я так поняла. У меня будет компания. Так что на такое количество мне нужна долма, потому как это основное... Вот овощи я подготовила. Из помидор, честно говоря, я вот прямо до самого мяса, до самой шкурки не снимаю, потому что если оставить одну шкурку, помидоры развалятся в процессе. И вот так вот у меня получилось. Я вам скажу честно, что моя любимая составляющая ячмиадинской летней долмы это баклажаны. Я их просто обожаю. Капуста и листья у меня тоже готовы. Из капусты я вот эти вот все черешки, черенки, не знаю, как это называется, вырезала, чтобы у меня были мягкие листья. Все, сейчас займусь фаршем. Есть 3 килограмма свиного фарша. Там многие делают на телятине, но мы любим на свинине, так получается нежнее. После того, как я сюда все добавлю, у меня его получится больше, потому что я сейчас сюда добавлю рис, томатную пасту и воду, чтобы было сочнено. Сливочном масле. Я буду поджаривать томатную пасту прямо много, потому что она мне нужна не только в фарш, но и в качестве основы, так скажем, бульона, потому что я потом все это дело буду заливать водой. Я люблю, чтобы бульончик был томатный, а не просто белый. Вот, прямо много у меня пасты. Сейчас нам нужно ее поджарить, чтобы она приобрела такой аромат именно жареной томатной пасты. После этого выключаю и буду дальше готовить. В общем, в процессе все покажу, не буду заранее рассказывать. Итак, я налила сюда немножко воды, добавила поджаренной томатной пасты. Сейчас буду добавлять рис. По идее, сюда еще нужно сушеная мята или няна на армянском, но у меня ее нет, поэтому будет без нее ничего страшного. Так, ложки убираем. Сейчас все рукой буду мешать. Вот такая вот история. Из помидор у меня вот эти вот штуки есть. Я их добавляю сюда. И сейчас у меня получится такой соус здесь, в котором будет вариться. В итоге получился фарш. Я уже положила все вот в эти вот овощи. Делила зажарку по двум кастрюлям. Я все же решила готовить в двух, чтобы у меня не было тут толкотни, так скажем, в одной. И на дно сейчас нужно обязательно выложить капустные листья, чтобы ничего, не дай бог, не пригорело. Вот так вот будет вполне достаточно. Сейчас это немножко солим. Я знаю, что некоторые кладут тарелку на дно. Это тоже закончила. Это самое долгое. Тут у меня 60 штук где-то получилось. Сейчас буду складывать это все по двум кастрюлькам. Кстати, совершенно правильное решение, потому что в одну бы у меня ничего не вошло. Итак, кастрюли мои наполнены. И там, и там ассорти, чтобы был такой специфический вкус, который создается как раз из смеси каждого овоща. Сейчас я сверху вот из этой вот капусты оставшейся нарву листьев, укрою сверху и сверху положу по большой тарелке, чтобы когда кипело, ничего это не всплывало и не разворачивалось в процессе готовки. Некоторые люди не кладут воду практически вниз, тушат в собственном соку. Но я так не делаю. Это вообще есть опасность пригорания. Я люблю, когда воды прямо конкретно я налью где-то, чтобы, наверное, вот так до серединки помидоров было. Вот так. Сверху солю. Здесь то же самое. Накрываю сверху тарелками. Вы не представляете, какой уже здесь стоит аромат. Еще даже не начало готовиться. И все. И сверху сейчас сюда залью. Водушить буду где-то минут 40. В основном по готовности риса проверяется. Если рис готов, что все остальное 100% готов. Всего дома моя булькает, распространяя оборончительные ароматы по всей квартире. Я тем временем приготовила завтрак. Для детей завтрак. У меня уже обед. Я вообще не завтракала сегодня. Как, впрочем, всегда я очень редко завтракаю. На работе так вообще нет. Только кофе. И у меня вот такой вот завтрак и обед. Две котлетки куриных, запеченная картошка. Я, кстати, очень полюбила вот таким вот образом готовить картошку. Просто половинку половинками режу, солью посыпаю и в духовку. Получается очень вкусно. Это у меня патиссон жареный и запеченный баклажан со сливочным маслом. Сюда бы, конечно, желательно еще чесночка добавить, но я не люблю, когда в арту потом остается вкус чеснока. Сам именно процесс мне нравится, когда ешь, а потом противно. Невозможно от этого ничем избавиться. Так что всем, кто ест, приятного аппетита. С этой стороны двора русские дети прониклись праздником в арталар. Но они, правда, с родителями. Армянские дети все на той стороне. Я слышу прямо гул со стороны детской площадки. Но в основном здесь детишки. Подростки, по-видимому, пошли туда, где посерьезнее битва. Типа ера с парка, либо в центр поехали. Потому что, естественно, основное действие происходит вокруг таких фонтанов, прудов и так далее. Открыла проверить. Я думаю, уже все готово. Проще. У меня аж это проснулся ни свет, ни заря на запах долмы. Он любит долму. Но, правда, такую исключительно из капусты и листьев виноградных. Овощную не любит. Так. Рис готов. Значит, все остальное и подавно готово. Выключаю. Кормлю эда. Я думаю, что я в кастрюле, скорее всего, не понесу это дело. Я разложу это по контейнерам, чтобы потом сунуть в микроволновку и спокойно разогреть прямо в контейнерах. Ох, с этим закончу. Также тут у меня закуски. Колбаска сырокопченая, огурцы, помидоры, перец, овощи я имею в виду, сметаны банка большая. Я купила для долмы. Конечно, лучше с чесноком, но на работе какой чеснок. Потом там у меня банка маринованных корнишонов. Моя подружка принесла соленую капусту и помидоры. Они уже на работе. Плюс у меня на работе бутылка коньяка, шампанского. И в качестве десерта я купила арбуз и дыню. Дыня я не помню, по чем у нас. Арбуз, помню, возле нашего дома купила по 160 грамм за килограмм. В соседнем дворе, когда мимо шла, 300 стоило за килограмм. Не поняла вообще юмора. А в Ереван-Сити все черные арбузы, которые без косточек, они продаются за 530, что ли, грамм за килограмм. Вот, как дыня пахнет. У меня на всю комнату этой дыней пахнет. И у нас на работе не очень-то пользуются спросом торты, поэтому ко кофе я купила вот такое вот конфетное ассорти. Тут всякие разные. Кофеты я взяла, чтобы были и шоколадные, и вафельные, и всякие. В общем, и вот эти здесь сильно модные конфеты, но мне, честно говоря, они не нравятся. Но они ценятся здесь, так понтовыми, так скажем, считаются. Мне же очень понравилась вот эта вот нуга армянского производства. я не знаю, почему тут буква Ди написана везде. Давина написана, не знаю, что это фирма такая. И вот здесь по-армянски то же самое продублировано армянскими буквами написано Давина. Она, смотрите, какая воздушная, воздушная. Мне очень понравилось, я Реван Сити купила. В общем, вот так это будет у нас такой десерт. Всё, мне это дело немножко подостыло. Я разложила по трём контейнерам и в таком виде уже понесу на работу. Завтра в сумке холодильник. Доброе утро. Я приехала на работу. Вот так вот выглядит моё платье, подаренное Кристиной. И сегодня мы отмечаем день рождения. Меня сюрприз ожидал. Очень приятно сказать, что приятно, это вообще ничего не сказать. Класс. Я пришла домой без рук, без ног и без всего. Устала как собака. Сегодня был очередной дурной день, тем более после моего трёхдневного отсутствия. Но после этого мы прекрасно посидели, чуть не умели с голодом, но дожили. В общем, мне подарили вот такой конвертик. Подруга мне подарила две костюрки. Я их сама выбирала. Мне нужны были очень-очень. И вот я их выбрала. Она, значит, мне подарила. Ну и также от всего коллектива мне подарили вот такой букет роз, который уже замучился. Сейчас посмотрю, если эти розы не очухаются, потому как они у меня часа три на без воды были в этом пекле, то я их в кипяток поставлю, и они точно оживут. Всё. Я на ногу буду заканчивать, потому как сил моих нет. я хочу в душ и больше ничего. Вот. В общем, во всем вам огромное спасибо за поздравления меня и Арбине с нашими днями рождения, за прекрасные пожелания. Нам было очень приятно. Всем здоровья, удачи, пока, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова